Здравствуйте, это 412 эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, основатель школы Траблшутеров, автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 55 книг и 1000 статей, руководил двумя сотнями проекта в 26 индустриях 50 стран, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Ландшафтный дизайн, возможно, интересен вам как навык, если вы имеете дело с открытыми пространствами, любите красивую природу и соединяете артефакты человеческой деятельности с достижениями создателя. Говорим сегодня про эффективный ландшафтный дизайн. Что мы понимаем под ландшафтным дизайном, Олег? Ландшафтный дизайн – это искусство, находящееся на стыке трех направлений. Архитектура, строительство и проектирование – это так называемый инженерный аспект. Ботаники и растениеводство – это аспект биологический. И истории и философии – общечеловеческий аспект. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий. Кстати, ландшафтный дизайн бывает частным случаем более общего понятия – ландшафтное проектирование. Кому и для чего может понадобиться ландшафтный дизайн в этой жизни? В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельхознаправленность – повышение урожайности и садово-городных культур. Ландшафтный дизайн – более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна – это создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, а также сглаживание конфликтности между армонизированными формами и природой, зачастую от них страдающей. Что мы вознесем о краткой истории ландшафтного дизайна? Первые попытки возделывания садовых участков предпринимались в Малой Азии, а именно в Месопотамии. В X веке до н.э. искусство создания парков, похоже, расцвело в Древней Греции. Прямолинейные дорожки и аллеи, украшенные колоннами, вазами, скульптурами, стали особенностями древнегреческого стиля. Про Древний Рим очень много писал Гораци, упоминая бассейны, гроты, фонтаны, прямые аллеи, разделяющие сады. Философия фэншуй зародилась 6000 лет назад и оказала воздействие на формирование ландшафтного стиля и садов Китая. Традиции японских садов пронизаны в философии дзен-буддизма и синтаизма. Теория стиля японского сада сложна и полна символов. Японский сад – это небольшой участок, который символизирует картину мира, и человек, который соединяется с природой, открывает в этом саду суть своего бытия. Эпоха Возрождения гармонизировала ландшафтный и архитектурный ансамбли, и сады эпохи Возрождения изобиловали скульптурными ассамблеями, искусственными водоемами и раскидистыми деревьями. Пиком развития науки и искусства ландшафтного дизайна считается XIX век нашей эры. Все внимание устремилось на растительность, поиск и внедрение новых элементов композиции и стремление к унесуной стиле ландшафтного дизайна и архитектурного. Как формулируются базовые правила эффективного ландшафтного дизайна? Первое. Соблюдайте гармонию цвета, чтобы избегать неприятных ощущений. Второе. Запаситесь объектами, которые захочется рассмотреть поближе. Третье. Территория должна быть сбалансированной, но не симметричной, и объект на ней. Четвертое. Гармонию создается размерность и пропорциональность. Пятое. Проверяйте особенность и сочетаемость растений. Как формулируются главные ошибки, допускаемые при ландшафтном дизайне, которые снижают низком результат? Первое. Деревья, цветы, кустарники мешают прогулкам и пробежкам. Может быть, в углу животных. Второе. Тени появляются совсем не там, где по задумке должны быть, и создают какие-нибудь уродства визуальные. Третье. Многолетние растительности, или даже, не дай бог, сорняки, захватывают постепенно участок. Четвертое. Все цветущие расцветают и увядают одновременно. И пятое. Растения увядают и не приживаются. Этапы ландшафтного дизайна. Как выглядит создание нужного нам ландшафта? Первое. Это предпроектные работы. Геодезическая съемка, изучение инженерных сетей и анализ почв. Второе. Разработка архитектурно-планировочного задания. Назначение участка, обитателей, предпочтение по оформлению структуры территории. Третье. Эскизное проектирование, концепции, художественный замысел, общие чертежи. Четвертое. Подготовка рабочей документации, генплан, разбивочный чертеж, план площадок и дорожек, вертикальная планировка, дендроплан, смета, ну и план работ. Кто создает ландшафтный дизайн? Какие команды, из каких людей они состоят, в каких ролях? Обычно ландшафтный дизайнер — это так называемый архитектор природы. Он садов, сады разбивает, парки, организует окружающую нас среду. Евгений Прав, много бывает специалистов. Специалисты по корчеванию, по коронованию, по дренажам, по искусственным материалам, по естественным материалам, по вертикальным конструкциям, по сложным или вращающимся, или качающимся конструкциям. Главная задача специалистов — это грамотное и рациональное преобразование пространства. Они создают картины из цветов, деревьев, камней, делая мир красивее. Ландшафтный дизайнер, в отличие от садовода, не ухаживает за растениями, но выбирает и размещает их по строгому плану. С учетом размеров того, каким уже будут взрослые, состоявшиеся растения, какие климатические и почвенные особенности, он сверяется с траекторией движения Солнца, и так далее. Дизайнер, а вернее даже, как сказал Евгений, команда дизайнеров должны иметь развитый вкус художественный и знать, какие растения сочетаются, а какие нет. От этого будет зависеть, как изменится созданный ими ландшафт со временем. Ландшафтный дизайн очень связан сильно со строительством, поэтому, получив нередко профессиональную подготовку именно строительную, дизайнеры работают или в строительных фирмах, или в бюро ландшафтного дизайна, или в городских структурах, озеленяющих и благоустраивающих общественные территории. Кстати, о строительстве. Как именно ландшафтный дизайн соотносится с архитектурой зданий и сооружений и их строительственным возведением? Есть такая штука, как мы уже говорили, ландшафтная архитектура. Это проектирование наружных территорий, достопричательности и сооружений для обеспечения экологических, социально-поведенческих или эстетических результатов. Она включает в себя систематические исследования существующего. Это социальные, экономические, почвенные условия и процессы в ландшафте. А с другой стороны, есть такое понятие, как дизайн вмешательств, которые приведут к желаемому результату. Сфера применения, естественно, включает ландшафтный дизайн, борьбу с эрозией, восстановление окружающей среды, создание парков и планирование отдыха, а также визуальное управление ресурсами. А, кстати, еще планирование инфраструктуры и проектирование. Как правило, стройка, к сожалению, идет впереди. Обычно строятся сооружения, а вот ландшафтные дизайнеры обычно нивелируют разные огрехи. Хотя, конечно, было бы здорово, чтобы все-таки была гармония. Тогда ландшафтные дизайнеры бы не выкручивались в тех пространствах, которые им остаются, а создавали бы невероятные шедевры полного масштаба разумного великолепия. Каковы особенности ландшафтного дизайна? Особенно публичных пространств, посещаемых большим количеством людей, например, в городах, парке. Основной элемент ландшафтного дизайна городов – это крупный зеленый массив городских парков. Евгений прав. Они служат легкими территориями, используются для отдыха всем населением населенного пункта. Каламбур получился. Зеленые насаждения в таком случае делятся на три типа. Первое – общего пользования. Городские районные парки, сады жилых районов, микрорайонов, межквартальные скверы и бульвары. Второе – специальное назначение. Ботанические и зоологические сады, зеленое саждение выставок. Третье – ограниченные доступности участок при школьных участках, детских учреждениях, общественных зданиях, спортивных сооружениях и больницах. Каковы особенности ландшафтного дизайна частных владений, частных домов, частных участков и так далее? Раньше придомовые участки частных владений использовались для сада и для огорода. И эксплуатировались в формате дачи или фазенды, как стали называть законные шесть соток после нашумевшего сериала «Рабыня и Заура». Сегодня многие пытаются присоединять к выходным, либо пятница, либо понедельник, чтобы три дня побыть на природе. И в этом случае ландшафтным дизайнерам заказывают работу в виде небольшого парка на своей домашней территории, используемого для семейного отдыха. Строятся микроозера, цветники, кустовые лабиринты, причудливые мостики, окаймленные деревьями, с какими-то элементами легкой небрежности, скрадывающей рукотворность чудес. Каково соотношение естественных объектов природы и искусственных объектов артефактов человеческой деятельности при грамотном ландшафтном дизайне? Как не переборщить, не создать слишком естественную или слишком искусственную среду? Хорошая фраза. Вот слишком естественную или слишком искусственную среду. Прям замечательно. Основные принципы ландшафтного дизайна такие. Первое. Это гармоничное сочетание элементов искусственной и естественной среды. Второе. Максимально возможное сохранение участков с естественной средой. То есть чем меньше мы вмешиваемся, тем лучше. Третье. Разнообразие и живописность пейзажей. Эти цели всегда стояли перед ландшафтными архитекторами прошлого. Не должны забываться и современными специалистами при проектировании объектов разного масштаба и направленности. Каковы затраты ресурсов на грамотный ландшафтный дизайн? Дорого ли это дело? Расходы на ландшафтный дизайн зависят, конечно же, от площади, сложности участка и вычурных пожеланий заказчика. Есть специальные сайты, которые позволяют прикинуть стоимость предстоящих работ, которые наиболее всего зависят от таких видов. Это удаленность участка от центра города, потому что нужно будет ездить и возить туда все. Второе. Это выкорчевывание пней и коронование деревьев. Третье. Это варианты грунтов, задействованных при водоотводе. Четвертое. Это устройство подпорных стенок, направляющие конструкции, если требуется. Ну и желание иметь водоемы. Ландшафтный дизайн – это почти как стройка дела профессиональной команды. Мы уже сказали, как правильно выбирать генерального подрядчика и подрядчиков для специалистов по ландшафтному дизайну. Первое. Изучить несколько подрядчиков, прочтите отзывы, проверьте срок существования компании, приценитесь к бюджету работ. Второе. Обязательно смотрите выполненные шедевры, причем не на фотографиях с удачного ракурса, а вживую, чтобы увидеть все огрехи, которые будут видны, если, конечно, они есть. Третье. Выясните количество штатных людей, работающих в организации, отдавайте предпочтение полнокомплектным, слаженным командам, а не созывным фрилансерам. Четвертое. Разберитесь в стилях, которым отдают предпочтение исполнители, и примерьте их на себя. Если вам комфортно, действуйте с ними. Пятое. Доверяйте интуиции, личному впечатлению, симпатии при обращении по телефону, личных встречах и показах. Каким образом, если регулируются, то регулируются законодательно вопросы ландшафтного дизайна? Есть три национальные стандарта. Первый – это сохранение объектов культурного наследия, исторические территории и историко-культурные ландшафты. Второе – это сохранение произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Третье – есть некий состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Каковы особенности национального ландшафтного дизайна? Кто чем отличается, кроме японцев, с их садами камней? Англичане издавна славятся своими подходами к паркам. Они засевают травой всю территорию и ждут, пока люди не проложат нужные им тропинки, после чего узаканивают вытопные маршруты всем на радость. Французы любят лабиринтные и длинные променады, поэтому стараются разграничивать городские кварталы и округа зонами прогулок и садами. Евгений прав. Да, японцы фанатеют от садов камней, цветущих сакур, вишень и прочих негативных вещей. Кстати, итальянцы интересно делают. Во многих городах у них стерта грань между проезжей частью тротуаром. Это как-то слегка обыгрывается иногда всякими конструкциями, которые тоже являются частью ландшафтного дизайна. Ну и, конечно, очень здорово сейчас появились, особенно в Китае, города а-ля Человинники, где какая-то стена может быть или большим водопадом, или растительной зеленью, или гигантское количество площадок, на которых по два, по три дерева растут. Как развитие технологий влияет на современный ландшафтный дизайн? Ну, во-первых, фонари очень часто автоматически включаются по истечении дневного времени суток. Во-вторых, все чаще встречается бетон и подобные материалы со свойствами губки. То есть они пропускают воду, она не стоит грязными, мутными лужами. В строй стали промышленные виды бактерий очищения водоемов. Используются симбиозы растений и приводных насекомых. То есть теперь уже могут даже вам привезти два-три дерева в небольшой сад, и даже какой-то маленький улей повесить, не обязательно с челами. Ну и учитывается, конечно, аллергическая совместимость людей с теми объектами, которые будут находиться в зоне ландшафтного дизайна. Какие интересные кейсы ландшафтного дизайна были в практике Олега Брагенского? У меня много есть знакомых, друзей, товарищей, клиентов, у которых гигантские совершенно территории обустроены именно ландшафтным дизайном. И вот знаете, такая интересная, такая приходит история на ум. Как-то захотел босс мафиозный поиметь себе какой-то красивый остров. Ну вылетела бригада, значит, выгнала местных жителей, вырубила пальмы, завезла песок с Мальдив, посадила там пальмы, не знаю, из Индонезии, шезлонги заказали во Вьетнаме, поваров заказали из Филиппин. Приезжает такой босс и говорит, боже мой, такую красоту за деньги не купишь. Так вот и в реальной жизни. Вторая интересная штука, это у моего знакомого был когда-то такой старичок, он уже и хромал, и тяжело ходил, но он занимался дизайном ландшафтным. И он сам топором, инструментами несложными мастерил беседки, мостики и другие всякие вещи. И вот, к сожалению, человек этот умер, понятно. И мостики до сих пор служат. Но в какой-то момент захотели территорию расширить и поставили новые объекты, новые мостики. И что оказалось? Новые мостики. Крутое бюро делает, но они зарастают мхом и скользят. А вот те, которые сделал дедушка, кажутся очень старыми, но крайне крепкие и не скользкие. Вот парадокс. Вот сила опыта и сила технологии. Какие интересные тренды в ландшафтном дизайне мы наблюдаем сейчас? Первое. Применяют искусственные материалы, неотличимые от природных. Второе. В моду вошли решеточные газоны, по которым можно и ходить, и ездить. То есть трава прорастает сквозь такие небольшие решетки. Третье. Сочетаются садовые комнатные растения. Это очень необычно. Четвертое. Вернулись в строй декоративные вазоны, как будто бы на дворе Древний Рим. И строятся сухие ручьи. Как обучаться ландшафтному дизайну? Какие книги возможно читать? Ну, к счастью, книг невероятное количество. Допустим, Галина Кизима «Мой сад цветет с весны до осени». Сапелин «10 этапов проектирования малого сада». Ладарфальская «Сад по фэншуй». И два автора, еще не помню. Это альпийские сады Ракари и китайские и японские сады. Какие главные рекомендации мы дадим нашим зрителям и слушателям относительно эффективного ландшафтного дизайна? Первое. Научитесь чувствовать место и не торопитесь с внедрением задумок. Второе. Используйте геометрию, но не слишком симметричную. Третье. Проверяйте качество материалов до использования. Четвертое. Урановешивайте каменной конструкции с зеленью. Пятое. Помните о сезонности. Вот такие вот соображения относительно эффективного ландшафтного дизайна у Толега Бородинского в подкасте «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, забейте в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Поэтому сажитесь со мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Наслаждайтесь. Если для вас важно эстетическое восприятие, то теперь узнаете больше, как заказывать правильный ландшафтный дизайн и принимать, воспринимать его и развиваться в этом. Удачи вам. До новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.